Всем привет, с вами UwebDesign, это Никита Тарасов и Александр Гончаров, привет! Сегодня в выпуске. 20 лет исполняется CSS, нативные HTML-карусели и Skype 7.0 новый дизайн. Погнали! UwebDesign. Твой лучший друг в мире веб-дизайна и разработки. Ну, первой темой, как мы и сказали, будет 20 лет CSS. 10 октября исполнилось каскадным стилем, наконец-то, 20 лет. Об этом написали в блоге оперы для разработчиков. Тут даже целый стишок есть, как мы видим на странице, про то, что было сделано, еще задокументировано 20 лет назад про CSS. Ну и давайте откроем, что изначально подразумевали вообще и хотели сделать, как .net, .net, именно писать стили. То есть тогда у нас было бы, допустим, h1.font.size, да. Но сделали именно вот как сейчас есть, то есть просто, да, через... Ну, просто как бы в виде JSON-документов такие CSS-правила теперь пишутся. И это как бы тоже JavaScript-ом, наверное, как-то так или иначе навеяно, потому что dot-notация сейчас в JavaScript-е используется в основном. Ну и как бы да, то есть это так или иначе от программирования далеко не ушло, но первый черновик, он был вот такой, посмотрите по ссылке, там, в принципе, занятно. Там очень много CSS-вообще свойств применено, я смотрю, именно к самому черновику, но да. Ну я так чувствую, это просто, ну, изначально первые HTML-атрибуты, которые были, width, height, там, цвет, font и так далее, их просто перевели вот в отдельные каскадные таблицы стилей, поэтому сильно инновационного там ничего пока не было. И вот этот мужик, Хакон Ви Юм Ли, я дико извиняюсь перед ним, если мы неправильно произнесли его имя, вот он 20 лет назад предложил такой черновик, и вот он все еще в опере работает. Ну он не выглядит как китаец или японец, почему так его зовут? Ну вот такая буковка А, это Норвегия, по-моему. То есть, ну, не обязательно китайцам быть с фамилией Ли или Лай, там, да. Ну давай к следующей теме тогда. 20 лет это, конечно, громко, ну а еще что у нас есть громко? А еще у нас из громкого статья на блоге Элист Эфарт, HTML6, первые наброски будут содержать элемент карусель, то есть все мы так давно, наверное, этого ждали, всех заказчики просят сделать карусель, слайдер какой-нибудь с товарами, с последними статьями или чем-то еще, картинками. Вот, наконец-то будет это в HTML нативные карусели, не придется больше писать кучу JavaScript, покупать плагины хорошие и так далее. Просто пишешь карусель, и тебе сразу все выпадают, все картинки. Как в Picture Element, только инги подставляют с разными сурсами, и все, и задавай там, в атрибуте отдельно можно будет тайм-аут, наверное, задавать, сколько в миллисекундах перемещаться между слайдами. Теперь везде все будет работать, accessible, без флеша, без каких-либо анимаций, все будет прям красиво и здорово. Так, ну это, как вы догадались, это, естественно, полный бред и шутка, потому что, во-первых, HTML6 непонятно вообще, это о чем говорят, и, естественно, тега карусели, естественно, пока никто не предусматривает, и вообще вряд ли будет, и почему, вот нам Саша сейчас расскажет. Ну, потому что, вот, в принципе, любой SEO-специалист вам скажет о том, что картинки хреново индексируются, если у вас какой-то принципиальный важный контент на этом баннере, то максимум, что вы можете сделать, это альт там прописать, кроме этого, если у вас вот так вот в хедере вот будет карусель, здесь крутится такая высокая, широкая, то она весь сам контент отодвинет вниз, это тоже глупо, потому что, как мы видим по карте кликов и карте скроллов, то в основном только верхнюю часть сайта просматривают, кликают, то есть даже по исследованиям на сами карусели-то не кликают никогда, потому что, ну, видимо, их человеческий мозг уже фильтрует, как отблок, как рекламу любую и так далее, то есть, ну, их не стоит использовать, здесь в конце статьи есть несколько советов, как, например, все-таки их не использовать, ну, и лучше, конечно, что-нибудь типа, знаете, недавно просмотренные товары, и не прямо по центру и сверху, а где-нибудь в сайт-баре или что-то еще, то есть именно то, что для каждого конкретного посетителя будет иметь значение, потому что то, что у вас здесь какая-то реклама и так далее, и она занимает у вас почти весь стартовый экран, но это, конечно, мало кому интересно, и поэтому не используйте карусели, тем более нативные. То есть, о, ужас, они красиво выглядят, но они вообще абсолютно не жизнеспособны. Они даже и выглядят, они все красиво, но да. Следующей темой у нас будет, на самом деле, достаточно громко то, что случилось вообще вот на неделе, это то, что мессенджер, да, мы можем назвать скайп, это мессенджер. Мессенджер скайп приобрел седьмую версию на Mac и превью новой версии на Windows. Ну, это в основном, наверное, о дизайне, хотя я думаю, внутри тоже много чего изменили, но вот мы смотрим дизайн, видим, и вот сейчас вот вы видите на экране дизайн на Windows скайпа. Ну, я честно скажу, я сейчас на нем сижу, мне очень нравится, но непривычно, непривычно, вот. Без рекламы скучаешь, наверное, еще. Да, я скучаю то, что вот рекламу убрали, но это пока, я уверен, что это только в превью, потом добавят, сто процентов, потому что так же было и на прошлой версии. А на Mac? Самое главное, что добавили вот так вот сплит диалога, то есть, если вы скайпитесь с кем-то по видео, то можно сразу открыть справа чат, и, ну, он не снизу вот так беспонтово у вас все лицо обрезает, а просто сбоку вот так вот можно, кроме видео, еще и фотографиями обмениваться, но кроме шуток, наверное, это будет удобно. Я вот сам с видео уже очень давно не скайпился, все как-то FaceTime, да, или просто по аудио. Но сам факт, что для тех, кто какие-то такие конференции делает, чатик смотреть, это прям удобно. Да, ну, в общем, выглядит по-другому, надо привыкать. То есть, вот на Mac это примерно как-то так выглядит. Тут, на самом деле, не так много изменений по отношению с видео или чем-то еще, потому что... Ой, с видео с Windows. Нету вот этой красивой плоской штучки, которую здесь нарисовали, типа, мой профиль. Она такая беспонтовая и нативная, из операционки здесь, но, тем не менее, это все равно шаг вперед. Одиночные смайлы теперь вот такие большие, то есть, вот в тексте они маленькие, когда они одиночные, они здоровые. Это поначалу обескураживает, но потом тоже привыкаешь. Ну, и, наверное, в стабильности, я думаю, эти версии прибавили. То есть, ну, у меня и до этого... Хотя нет, до этого скайп у меня много вылетал, а теперь, кстати, не вылетает. То есть, вот очевидное преимущество. Ну, и хистерия не так долго подгружается. Если там смотреть предыдущие дни, то, ну, до этого прям катастрофически у меня вешалась банка, кулера крутились. Это банка у меня, кстати. Ну, вот, да. Ну, давай о более нашем, более разработческом. Да, если вы помните, я записывал пару недель назад спецвыпуск про SaaS. То есть, прямо перед конференцией SaaS.com в 2014 я записал о том, какой движок лучше использовать для компиляции. И поговорил о том, что есть такой движок Leapsus. И он пока не досчитывается фич. И суть в том, что вот после этой конференции очень много людей заинтересовалось, именно причастных к самому SaaS'у, заинтересовалось в движке, написанном на C, и стал участвовать в его развитии. Вот здесь буквально за 8 дней, 3 релиз кандидата, за 11 даже дней, 3-4 релиз кандидата вышло, Leapsus 3, в котором теперь, если вы видите здесь по релиз ноутам, смотрите их в описании к видео на YouTube. Здесь написано, что добавлена поддержка SaaS Maps. SaaS, вот здесь вот, где-то, где-то, где-то. SaaS Maps добавлено, да. То есть можно теперь хранить конфиги в ассоциативных массивах прямо в SaaS'е. Это один из лично моих таких главных пожеланий, одно, потому что без них как-то совсем уже грустно. Ну и также экстенды доработали, чтобы они там плейсхолдеры нормально подключали с помощью вложенности, это тоже не было. Сейчас ждем, когда допилят интеграцию с Компасом, если это вообще возможно. Ну там для этого нужно доработать, как себя ведут вновь написанные кастомные функции. То есть там все это в комментариях на GitHub'е можно почитать, если вам интересно, или если вы вдруг знаете C, хотите помочь в развитии проекта. Ну в общем, как бы то ни было, прям вот как будто меня послушали тогда, спецвыпуск, но вообще на самом деле на конференции много об этом говорили, поэтому да, в этом направлении работают. И что самое важное, команда, которая разрабатывает RubySass, сам движок, они сказали, что подождут, сейчас возьмут перерыв в имплементации новых фич, пока LeapSass полностью их не догонит, и тогда они будут развивать оба движка одновременно, и не будет никаких наложений и проблем для тех, кому какой движок удобнее. Я думаю, что RubySass останется актуален, в частности для тех, кто пишет приложение на рельсах, это прям будет хорошим подспорьем. Я повторюсь, для тех, кто ничего не понял, у нас есть спецвыпуск про LeapSass, и там более подробно все Саня рассказывает, и вот его посмотрите, это буквально прошлое видео, которое мы выкладывали у себя на канале на YouTube. А следующей темой у нас будет Treehouse для iPad. А Treehouse, я напоминаю, кто не помнит, это обучающий ресурс, на котором выкладываются различные видео с различными всякими тестами на английском языке. Вот, и они давно уже сделали первую версию для iPad приложения, то есть можно также смотреть видео также с iPad, то есть раньше можно было смотреть только только с веб-версии, но теперь появилось и приложение. А сейчас вышла уже вторая версия, они перерисовали как минимум иконку, но мы сейчас увидим, как они перерисовали интерфейс, и увидим, как это выглядит вообще вживую. Вот, кстати говоря, вот пока это все загружается, мы видим иконку Treehouse, заходим. У нас есть обзор на Treehouse, опять же, достаточно давно он был, и вы можете посмотреть, о чем вообще в этом сервисе все, кто хочет учиться веб-дизайну и веб-разработке, надо смотреть у нас видео про этот ресурс. Вот, мы сейчас видим, вот видим, как выглядит профиль, как выглядят пройденные очки, полученные наши бейджики, которые мы получили, бейджи. Вот, да. Аж 1 июня 2013-го вас подвигло сами зарегистрироваться на Treehouse. Вот, видим, как выглядит целая категория веб-дизайн, как выглядят подкатегории. Ну, это не категория, это треки, которые ты, типа, я хочу узнать веб-дизайн, поэтому я, типа, буду учить этот трек. И после этого тебе прям пошагово говорят, ребята, теперь выучи вот это, почитай это, посмотри вот это, еще вот это, то-то-то-то-то, и тогда ты после того, как все это пройдешь, узнаешь, будешь называться специалистом по веб-дизайну. Не представляю, что будет, если я нажму на кнопку апдейт. Нажал. Ну, ничего особо не изменилось, видимо, ну, а хотя как это не изменилось, мне он сейчас говорит, что я HTML Forms и Tables теперь не прошел, то есть он меня теперь не открывает. Раньше я мог в треках смотреть следующие, если я вдруг не хотел идти по порядку, теперь не могу, вы видите, здесь они у меня CSS Foundations, CSS Layout Techniques снизу заполнены, вот эта полосочка, но пока я вот эти не пройду, я не смогу их пересматривать, я, конечно же, не буду играть по их правилам, но вообще вот WordPress Development, по-моему, я почти весь прошел. Нет, в WordPress Codex они курсы добавляют буквально там каждый день, то есть вот я какие-то поздние уже прошел, а From Bootstrap to WordPress еще как-то даже я, наверное, и не буду, к сожалению. Ну да, в общем, приложение удобное, бонус-контент, тут всякие конференции можно смотреть, насколько я понимаю, только для Pro-аккаунтов, ну а у нас, по-моему, все-таки Pro-аккаунт, я не знаю, как это тут посмотреть, Account Settings, ну как, в общем, естественно, полностью функционал веб-версии приложения не повторяет, но доступ к контенту можно очень легко получить, и, наверное, On The Go это такое прям лучшее решение, если у вас с собой iPad, вы не хотите разворачивать ноутбук, что-то на нем смотреть, подконнектились к Wi-Fi где-нибудь посмотрели, там, получили какой-нибудь бэдж, чтобы, ну, не расставаться с обучением никогда, но, да, я повторю Никиту, посмотрите обзор, если вы еще пока не совсем понимаете, о чем идет речь, и да, пишите в комментариях, что думаете про этот сервис, может быть, какие-то другие нам порекомендуете, на которые тоже стоит сделать обзор. Вот сейчас пикантная тема моя любимая, давай, Саня, давай. Сейчас мы сначала выйдем. освободиться надо от iPad, да, так, а тема у нас, сейчас бы еще я... Вот, кстати, здесь был ноутис на Google+, откуда мы узнали, а мы сидим, на самом деле, на Google+. Да, и подписывайтесь там на нас, потому что у нас там всего 45 человек. Ну, для Google+, это дичайшие цифры, на самом деле, скорее всего, у них там под нас отдельный компьютер, даже выделили под нашу страницу, чтобы доступ получить. Но, в общем-то, Эдвард Сноуден опять высказался, что не используйте Facebook, Google, Dropbox. Как будто недостаточно ему было того, что он год назад еще про них сказал. Он, кстати, с Google Hangouts прям нам об этом говорит, то есть он, видимо, не боится, что узнают, откуда он это говорит и так далее. Он, впрочем, он, наверное, в каком-то конкретном месте в России сидит и, в принципе, все знают, где он, но достать его не могут. Потому что он с помощью Google Hangouts, естественно. Да. Потому что смысл, он же им все-таки повышает как-то это, ВВП. ВВП измеряется. Да, в общем, он сказал, что Dropbox пересылает файлы незашифрованным. Несмотря на то, что Dropbox ответил, что все-таки файлы зашифрованы. Но тут может быть они как интернет-провайдеры. Знаете, вот позвоните так в техподдержку, скажите, у меня вот это не работает. Они скажут, нет, должно все работать. И ты смотришь, и через 5 минут заработало. И ведь никогда не признаются, что просто взяли и починили. Я даже не понимаю, зачем. Хотя, ну, оформить это как заявку, скажи, что да, мы починили там. Ну, и выйди с Суперменом из этой ситуации. Ну, нет, все должно работать. Оп, и все работает. Вот тут Dropbox так зашифрованный. Они, может быть, только после этого поставили галочку использовать SSL-сертификат, который они до этого еще купили 100 лет назад. Ну, и в принципе, да, не одним сертификатом все, конечно, это заканчивается. Накрутили шифрование, и теперь можно. Ну, вот Сноуден предпочитает думать, что не стоит. А, возможно, Эдвард, он очень сильно, он очень сильно ищет заговоры, и, допустим, даже когда мама ему пишет записку, что нужно купить хлеба, он думает, что уже эту записку видели, она не закодирована, и поэтому он не будет покупать хлеб. Вот. Именно так и отмазывается. На самом деле, может быть, он просто Spider Oak рекламирует, то есть он пишет «Не пользуйтесь Dropbox'ом, пользуйтесь Spider Oak'ом». Ну, вот, все ребята, привет, которые заклеивают веб-камеру на ноутбуке, пользуйтесь Spider Oak'ом. Они-то сто-пудово все шифруют здесь. «Share Privately». То есть, ну, это, наверное, я даже, я не буду пытаться как-то вгрызться в это, но мне кажется, что это не просто так. Нас сразу тут, между прочим, деньги заставляют занести. Ну, собственно, на Dropbox'е тоже почти сразу, но тем не менее. Ну, в общем, если бы я был бы с ноуту, наверное, я также бы рекламировал бы такие ресурсы, можно не сомневаться, что Dropbox тоже поддерживает какую-то, ну, кодировку, кодировки вот эти все. Шифрование. Да. Следующая тема, это новый, новый стиль Twitter. Хотя там изменилось-то совсем чуть-чуть, но мы вот посмотрим на примере нашего Twitter и Web Design. Изменился хедер, конкретно шапка. Да, убралось, убралась кнопка «Я», вот осталась в курсе. Теперь справа есть иконка своего профиля, можно нажать, поменять настройки, какие-то что-то где-то. Да, изменились немного кнопки. Ну, это так, в общем, небольшие изменения, но, тем не менее, они... Подписывайтесь на нас на Twitter, в общем, вот для чего это было. Да-да-да. Не-не, на самом деле, они меняют, работают, нам Twitter очень сильно нравится, вот, допустим, у Сани уже 5 лет Twitter, он сегодня об этом написал. Да. И последняя тема, наверное, на сегодня, это новый вид iTunes Store в iTunes 12, то есть, это не у всех, но вот смотрите, как это будет выглядеть у вас, когда это все выйдет из беты. И на Windows, я думаю, тоже это обновят, в конце концов, они как-то консистенции поддерживают. То есть, здесь вот этот слайдер, он другой был, он был, такие выпуклые, вот эти вот прямоугольнички, и кнопки дальше были прямо на них, теперь они по бокам. Слайдеры, кстати, не надо использовать, iTunes еще не смотрели наш подкаст, поэтому не знают об этом. И да, то есть, внутри здесь, если посмотреть, ну, тут все хувер стоит, и все другое, то есть, ну, прямо они обновили немного дизайн, вот эти полосочки популярности, они теперь прям такие тоненькие, такие хорошие. 179 рублей, доллар растет. Если сейчас, давайте, опять же, это все было не просто, потому что, а для того, что вот мы на первой странице, сразу в подкастах, в новом и рекомендуемом, обязательно, ну да, в видео, если во всем, конечно, мы вот тут, но тем не менее, это все равно довольно-таки круто, заходите, подписывайтесь, составляйте отзывы, звездочки, вот у нас тоже популярность уже как-то поперла. Я прям проснулся популярным, когда вот эти вот палочки здесь уже появились, оно прям сразу так захорошело. Да, ну ты скажи, что вообще-то все ждут же обзора на Yosemite, чтобы посмотреть, какой там iTunes, какое там что. Да, как только в 16 октября пройдет конференция Apple, предположительно, на ней будет Yosemite релиз, и дело-то в том, что даже не то, что предположительно, просто уже для разработчиков Golden Master положили, поэтому, ну, стопудово это будет. Как только будет релиз, я в ближайший четверг после этого релиза, может быть, на этой неделе, но это вряд ли, потому что на этой неделе у меня не будет здесь. Но да, на следующей неделе я запишу обзор на Yosemite, расскажу о том, что нового она дала для веб-разработки, или оставила предыдущего, какими программами я пользуюсь на ней, и так далее. Подписывайтесь, в общем, на нас во всех соцсетях, как обычно, ВКонтакте, на YouWebDesign, в Твиттере, в Ютубе, в Инстаграме даже мы теперь есть. На iTunes подписывайтесь, ставьте звездочки и лайки. Всем спасибо. Удачного дня, пока. Пока.